МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа НОВИН РЕГИОНА. У студии Алена Милешанкова. Витаю вас сегодня у выпуску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нами была разработана программа, проведены экономические расчеты и было предложено мясокомбинату на условиях выращивания вкомплектовать наше стадо. Судность проекту та не вытворчаясь мясом. Каля сажу на заливных лугах, у неудобицах, які теперь выкористовываются для нарыхтовки кормов только частково, есть махчимость пасвить коров. Ниаких выдатков добрый корм на лугах не потребует. Побач речка и петво для живёлы. Однако, кабы стотно повеличить статок, потребны сродки. Тому до проекту Славгородского района долучился Могилевский мясокомбинат. Працавать с давальницкой живёлы – такая идея досподобы гиженцы Агра. Она привлекательна тем, что у нас хватает пасть без шлаговых, мясной скот выращивания. Будем производство мяса в Славарском районе увеличивать. Выгода наша есть. Мы будем выращивать, отдавать на мясокомбинаты. Плюс за это мы затраты все будем нам мясокомбинат компенсировать. По такой схеме активно працуют сельские господарки и мясокомбинаты у России. Есть в опыте в Хотимском районе. Однако тут размова идёт при нам все промармуровую яловичину. Тому Славгородский статок будет комплектоваться только ведомыми мясными породами – обердын-ангусами и ерефордами. Это очень дёшево. Рентабельность по последним расчётам нашим может достигать от 30 до 40%. Сейчас мы очень активно работаем именно над организацией технологического процесса, чтобы на всех стадиях от закупки скота до сдачи всё было технологически грамотно выстроено. Работники Гиженки Агра прознали про новый проект и ухваляются его в выпадку поспеху, это означает працу и повеличение зарубков. Работу им давать. И всё остальное, чтобы было хорошо. И все потянутся назад сюда. И будут жить и работать. Новые проекты у сферы сельской господарки рухают наперед экономику у сего района. Сослав Городчины, Илона Иванова, Миколай Соболёв. Новины региона. Больше полсотни научных установ Могилёвской области уже готовы принять школьников, наученцев и выхованцев. Это пятая частка от агольной колькости. Тут завершились ремонтные работы по подрыхтовке до научного года. Есть объекты, где по кульповым ходам и где будовля. И связаны это с масштабом работ. Подробязности в наступном сюжете. Ремонт у тим-ти иншем объёме проводить у кожной установи адукации в области. Подфарбовать, подклеить. Без этого не обыходится ни один сезон. Однако всё лето есть и у вугули великие будовули. Бюджетный ремонт выдаткованный значный. В текущем году на выполнение ремонтных работ бюджетом предусмотрено 12 миллионов рублей. Это на 56% больше, чем в прошлом году. 12-я школа у Могилёвы по сути так само будет, как новая. Тут и де реконструкция. Новые в окне, новый дах, обновленный фасад. Тут явится и горячая вода, якой ранее не было. Реконструкция обыдется бюджету 800 тысяч рублей. Мы, конечно, тоже вносим вклад в ремонт, в текущий ремонт школы. Потрачено около 30 тысяч динаминированных белорусских рублей. Это и покупка новой мебели, это и косметический ремонт кабинетов, это и благоустройство территории. Сюда, конечно, большую помощь оказали родители, попечительский совет, спонсорская помощь. Значный ремонт ведется не только тут. У 10 школ их в области заменяются в окна. У семьи отрамонтуют дах. У 18-й Могилевской школе идёт капитальный ремонт фасаду. Будовники кажут, что у термина укладываются параллельные идеи доброго порадкования. Одновилась школа не только звонку. Новые двери, меблю набивали за позабюджетные осродки. Мы собрали 22 тысячи. 22 тысячи использовали на приобретение строительных материалов, краски. Провели уже работы по ремонту практически всех кабинетов школы, спортзала, бассейна. Там выполнен косметический ремонт. Кончатковый термин усих ремонтных работ – 15-е жнивня. До этого часа усе навучальные установы повинны отрымать спорты готовности. Павел Савицкий, Олеся Рыбалка, Виталь Вопсио, Новины Региона. Семь вакантных бюджетных мест на дёмную форму навучания застаётся у высшейших навучальных установок в Беларуси. Так, у Могилёвской области додатковый набор будет организованы у Держа университета имя Куляшова. Так, у Могилёвским Держа университета имя Куляшова засталися незанятыми шесть месяцев по специальности физика и информатика с дённой формой навучания. И одно на заводчином отделении по специальности «История и громадознавчая дисциплины». Як удокладняют специалисты, приём документов на удделу конкурсе на отрымание высшейшей адукации первой ступени за кошт сродка в бюджету на вакантное место будет организовано с 30 липеня до 1-го жнивня. Залечения будет проводиться до 3-го жнивня. Далина Ракия-Астёр у Климовицком районе признана водно-болотным заказником мясцового значения. Рашение было принято у межах ваканании Держа университета территорий, которая находится под особливой аховой. Площа заказника больше за 3000 гектаров. Подребязности глядите в наступном сюжете. Водно-болотный заказник Далина Ракия-Астёр починается от мяжей Российской Федерации. Его протяглость у Климовицком районе – 46,5 километров. Территория заказника мяжуя с Крычевским районом. На территории заказника зарегистрировано 5 видов краснокнижных птиц. Это выпь малая, белоспинный дятел, карастель, зимородок обыкновенный, черный коршун. Заказник находится у экологично чистом месте. У Далине Астёра нема промысловых предприемств, не шмат сельско-господарчих объектов, як на территории России, так и Беларуси. З момента отримания нового статуса на территорию заказника запоронена господарчая дзейность. Тут нельзя парковать авто и разводить вогнишки. Только культурно отпочивать. Пять суток арешту суд Могилевского района признал виноватым у Жорсткин обыходжении с живелами мясового жахара и притягнул его до криминальной отказности. Про эту историю мы рассказывали в мае. Тогда Могилевский оборонцы живел, а добрали у господара двух палевничных собак. Их накерували у ветлечебницу на реабилітацию. По воде заключения ветеринару, одна собак была незвычайно знясиленная, у другой диагностировали пухлину. Гэта кадры двухмесячной давнины. У ветеринарную клинику привезли 4-гадовую розу и 14-гадовую аду. Собак от господара забрали могилевские волонтеры. Яны ж написали заяву у милицию и твердо вырешили довести до суда справу про жорсткое обыходжение с живелами. Проводилась проверка. Мы знаем, что инспектор участковый выезжал на место. И вот вчера состоялся суд над бывшим уже хозяином этих собак. Суд определил пять суток ареста в наказание за жестокое обращение с животными. Я считаю, что помимо ареста надо давать штраф, потому что когда бьешь по карману, это более чувствительно для человека. На жаль, до обращения присуду Ада не дожила. Вылечить тяжкую пухнину у специалистов не отрималася. А Роза живет сейчас в хороших условиях, ее любят. И мы очень надеемся, что эта передержка, в общем-то, и станет ее родным дому. Хочу сказать огромное спасибо могилевчанам. Когда наши девочки находились в клинике, очень много людей оказывало нам помощь. И во платье стационара, и во платье лечения. Очень много привозили корма для девочек, для наших. А хозяин, когда приезжал, даже корочки хлеба своим собакам не привез. Не подошел, не погладил, не пожалел. Пришел, поругался и уехал. А вось у полярничной Розы жизнь наладилася. Зараз у нее новый дом, где ее шмат места для гульнов. Добрый корм и догляд. А еще клопотливый господар. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, Новины региона. День пожарной службы у Беларуси отзначается 25 липня. На Могилюшине денежут 116 аварийно-выротовальных подразделений. В области количество людей, что заедали на пожарах, в первом поугодии снизилась на 3% у поровнаний с аналогичным летовым периодом. Областное управление по надзвучайных ситуациях постоянно усмотняет материально-техническую базу. Все лета у пожарных заявилася два снегоходы «Тайга», 4 10-тонные аутоцистерны, 2 специальные легковые автомобили и 2 микроавтобусы. Протягивается будовництво пожарного депо с центром биоспеки у Могилеве. Узводится новый будинок пожарного поста в Мстиславском районе. Сегодня пожарная служба застается самым мобильным формированием по продохилении и ликвидации надзвучайных ситуаций и пожаров. Кот Боня на просушце. Центральная скульптура международного пленера по керамице «Арджижель» рыхтуется до выникового опальвания. Нагадаем, под Бобруськ все лета съехались 20 мостаков керамистов с 9 краин. С Беларуси, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Франции, Украины и у першиню керамисты из Индии и США. Основная тема все летнего пленера – флора и фауна города. Таму миновита и центральная скульптура фестивалю «Кот». Кожный керамист уносит нечто свое в образ. По традиции, наприконцы «Арджижелю» эту скульптуру опаливаюць. На видовища запрошаюць и глядачоу. Звычайный Бобруйский мастацкий музей организуя поездки. До вербок можно добраться и своим ходом. Прыклад на У-22-23 годины можно убачить самый прыгожий момент опалу – распаленную скульптуру со светловым эффектом. Увесь процесс долгий – 6-7 годин. Центральная керамичная фигура – это своясабливая печка. Под ее и робится топка. Кота обмотают устойливыми доогню материалами. Необходно створить температуру до тысячи градусов. Як говорить организаторы, уже заявились готовые работы, а молодые керамисты отрымали в опыта пальване скульптур у печках на дровах. И творчая встреча с одним из патриархов авторской песни Юлием Кимом, а так само знакомитым российским поэтом и крытиком Юрием Рашанцевым, пройдет 27 липеня у детячем палаточном лагере у поселку Грудичина Быховского района. Дарыш, этот лагерь створили организаторы фестивалю «Великая бард рыбалка». Таким чином будет даден неофицийный старт восьмому международному музично-спортивному святу. «Великая бард рыбалка» все лето будет ладиться с 28 по 30 липеня. Место традиционное на березе Чигиринского водосховища у Быховском районе. Гэты проект, як приклад адраджения традиции семейного туристичного отпаджинку, поспел стать саправдной визитокой Магилюшины и Беларуси у целым. Все лето до удела у музично-спортивном святе заявки подали представники 10 краин – Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Израиль, Чехия, Словакия, Литва, Польша и Эстония. Программа свята вельми насыщенная. Так, 29 липеня на головной сцене бард рыбалки отбудется великий сольный концерт Юлия Кима и Ягуся Броу. На святе выступят таксама Израильский театр песни. Поэт и бард Звитебску Барыс Бляхман запланованы у программе и масштабный беларусскомовный концерт «Я нарадился тут». А таксама на фесте снова будут выбирать королеву свята. Парадуют организаторы и традиционными конкурсными программами. Аутарские песни, рыбаловные с паборницвой и турнир по пляжным волейболе и международный проект конкурсу «Суседи». Хоккейсты Могилёва рыхтуются до сезону. Трудыцый на ужнивне пройдя Кубок Беларуси, а на приканцах этого месяца команда проведет первые спаринги. Учацвер Львов чакая гульня супрать Питерского Динамо. Поединок пройдя в Жлобине. А в субботу отбудется и первая хатня Сустрыша. У соперниках команда Витебску. Початок гульни у 13 годин. Тым часом тренерский штаб протягивает формировать склад команды. У клубе заявились новые игроки. Контракты заключили оборонцы Иван Нечипаренко и Вячеслав Штермер. Минулый сезон яны выступали за Гомель. Оранжевый узровень безопасности обвестили синоптики на 26 липень. Причиной тому могут стать на больнице и шквалистый ветер, который прогнозуется в ночь на Сираду. 26 липень очекается в облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории короткочасовые опадки. Местами прогнозуются на больнице и моц на Ильюне, на Авадград. Ветер шатыр 9 метров за секунду, однако чекаются порывы до 15-20. А вовсе температура поветра довольно высокая. У день слубки термометра уместами узнимутся до плюс 31 градуса. На четвер опадков моцных синоптики не прогнозуют. И температура поветра у межах 28-30 градусов со знаком плюс. А вось с пятницы и до недели чекаются моцные дожжи, град, на больнице. Знов шквалистый ветер. Температура поветра у день чекается до плюс 26-28 градусов. Самые актуальные новины в области на нашем сайте tvrmogilio.com.by А я за вами раз витвуюся. Дякую за увагу и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова